Когда они пришли на место, называемое Лобным, там распяли и его, и преступников, одного по правую, а другого по левую сторону от него. Иисус говорил, Отец, прости им, ведь они не знают, что делают. Солдаты разделили между собой одежду у Иисуса, бросив жребий. Народ стоял и смотрел. Начальники же смеялись над Ним. Спасал других, пусть теперь спасет самого себя, если Он Божий избранник. Христос. Когда закончилось время очищения, предписанное законом Моисея, Мария и Иосиф понесли Иисуса в Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу. В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Симеоном. Он был праведен и благочестив, и с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля. И на нем был Святой Дух. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Господнего Христа. Ведомый Святым Духом, Симеон пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним то, что было установлено законом, Симеон взял его на руки и благословил Бога, сказав, «Владыка, как Ты и обещал, теперь Ты отпускаешь Своего слугу с миром. Потому что Мои глаза увидели спасение Твое, которое Ты приготовил перед лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа Твоего, Израиля». Отец и мать удивлялись тому, что было сказано о нем. Потом Симеон благословил их и сказал Марии, матери его, «Он будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, которое будет многими отвергаемо. Да и Тебе самой меч пронзит душу. Через все это откроются тайные мысли многих людей». Недалеко от креста Иисуса стояли его мать, сестра матери, Мария, жена Клеопы, и Мария из Магдалы. И Иисус увидел свою мать и своего любимого ученика, стоявшего рядом с ней. «О, женщина, вот Твой сын!» – сказал Иисус матери. Своему же ученику он сказал, «Вот Твоя мать». С этого времени ученик этот взял ее к себе в дом. Солдаты насмехались над ним. Они давали Иисусу кислое вино и говорили, «Спаси себя, если Ты царь Иудеев». А над Иисусом на кресте была надпись, «Это царь Иудеев». Один из распятых преступников оскорблял его, говоря, «Разве Ты не Христос? Спаси себя и нас!» Другой же унимал его и говорил, «Обойся Бога, ведь Ты приговорен к тому же! Мы наказаны справедливо и получили по заслугам». А этот человек не сделал ничего плохого. И он сказал, «Иисус, вспомни меня, когда придешь в свое царство. Говорю тебе истину. Сегодня Ты будешь со мной в раю», ответил ему Иисус. Было около шестого часа дня, и по всей земле стало темно. И это продолжалось до девятого часа. Солнце померкло. Иисус громко крикнул, «Отец, в Твои руки я отдаю мой дух». Сказав это, он испустил дух. И тут завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Затряслась земля, и раскололись скалы. Раскрылись могилы, и многие умершие праведники воскресли. Они вышли из могил, и уже после того, как воскрес сам Иисус, вошли в святой город, где их видело много людей. Сотник и те, кто вместе с ним стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все, что произошло, очень испугались и сказали, «Он действительно был Сыном Бога». Была пятница, и иудеи не хотели, чтобы тела оставались на крестах в субботу, тем более, что эта суббота была днем великого праздника. Поэтому они попросили Пилата перебить распятым голени и снять их тела с крестов. Солдаты пришли и перебили голени сначала одному распятому, рядом с Иисусом, а затем другому. Когда же они подошли к Иисусу, то увидели, что Он уже мертв, и не стали перебивать Его ног. Вместо этого один из солдат пронзил копьем Бог Иисуса. И из Него сразу же потекли кровь и вода. Тот, кто сам это видел, свидетельствует об этом, чтобы и вы поверили. Его свидетельство истинно, и Он знает, что говорит правду. Все это произошло, чтобы исполнились слова Писания. «Ни одна из Его костей не будет переломлена». И в другом месте Писания говорится, они будут смотреть на Того, Которого пронзили. «Ни одна из Его костей не будет переломленной». Кому на?